Евангелие от Матфея. Глава 20. И что будет справедливо, дам вам. И они пошли. Снова, выйдя около шестого и девятого часа, он сделал так же. А, выйдя около одиннадцатого часа, нашел других пришедших и стоящих и говорит им, почему вы, придя сюда, стоите целый день без работы? Они говорят ему, потому что никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы в виноградник. С наступлением же вечера, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и выдай плату, начав с последних до первых. И нанятые около одиннадцатого часа пришли и получили по динарию. Пришли и первые, и подумали, что они получат больше, но получили, как было условлено, по динарию и они. И получив, начали роптать на хозяина дома, говоря, эти последние один час проработали, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же сказал одному из них в ответ, друг, я не обижаю тебя. Не за динарии ли ты согласился со мной? Возьми свое и иди. Я же хочу этому последнему дать, как и тебе. Разве нельзя мне, как хочу, поступить с моим имуществом? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. И, восходя в Иерусалим, Иисус отозвал двенадцать и в пути сказал им. «Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и приговорят его к смерти, и предадут его язычникам на поругание и бичевание и распятие, и в третий день он восстанет». Тогда подошла к нему мать сыновей из Авидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он же сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, что вы сели эти два сына мои, один по правую и другой по левую твою сторону в царстве твоем. И Иисус же ответил, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Они говорят ему, можем. Говорит им, пить мою чашу будете? Сесть же по правую мою сторону и по левую не я даю, но кому уготовано отцом моим. И, услышав, десять вознегодовали на двух братьев. И Иисус же, призвав их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи показывают над ними свою власть. Между вами да не будет так, но кто хочет стать великим между вами, пусть будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, пусть будет вам рабом. Как и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему послужили, но чтобы послужить и дать душу свою на выкуп за многих. И когда выходили они из Иерихона, последовало за ним много народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус проходит, закричали, Господи, помилуй нас, сын Давидов. Народ же требовал от них, чтобы они замолчали, но те с еще большей силой закричали, Господи, помилуй нас, сын Давидов. И, остановившись, Иисус позвал их и сказал, что хотите, чтобы я сделал вам? Они говорят ему, Господи, чтобы открылись глаза наши. Сжалившись, Иисус коснулся их глаз, и они тотчас прозрели и последовали за ним. Глава двадцать первая. И когда они приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию на горе Масличной, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им, «Идите в селение, которое напротив вас, и тотчас найдете ослицу, привязанную и осленка с ней. Отвяжите и приведите мне. И если кто скажет вам что-нибудь, вы ответите, что они нужны Господу, и тотчас пошлет их. А произошло это, чтобы исполнилось сказанное через пророка, скажите дочери Сиона, «Вот царь твой грядет к тебе, кроткий и воссевший на ослицу и на осленка сына подъеремный». Ученики, отправившись и сделав, как повелел им Иисус, привели ослицу и осленка и положили на них одежды. И он сел поверх их. И очень многие в толпе разостлали свои одежды по дороге, другие же резали ветви с деревьев и расстилали по дороге. А народ, шедший впереди его и следовавший за ним, восклицал «Ассанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Ассанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, кто это? Народ же говорил, это пророк Иисус из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм, и изгнал всех продающих и покупающих в храме, и столы менял, опрокинул и прилавки продающих голубей, и говорит им, написано, «Дом мой, домом молитвы будет назван, вы же его делаете вертепом разбойников». И подошли к нему слепые и хромые в храме, и он исцелил их. А первосвященники и книжники, увидев дивные дела, которые он совершил, и детей, восклицающих в храме Ассанна сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ты, что они говорят?» И Иисус же ответил им, «Да». Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил себе хвалу»? И, оставив их, вышел из города в Вифанию и провел там ночь. Утром же, возвращаясь в город, он ощутил голод и, увидев при дороге одинокую смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних только листьев, и говорит ей, «Да не будет от тебя плода вовек». И смоковница сразу засохла. И, увидев ученики, с удивлением говорили, как это сразу засохла смоковница. И Иисус же ответил им, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, сделаете не только то, что было со смоковницей, но если и горе этой скажете, сойди с твоего места и бросься в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда он пришел в храм, подошли к нему, пока он учил первосвященники и старейшины народа, и спросили, «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал эту власть?» И Иисус же ответил им, «Спрошу вас и я об одном. Если скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю?» Прещение Иоаннова откуда было, с неба или от людей? Они же рассуждали между собой, если, скажем, с неба, он скажет нам, почему же вы не поверили ему, если же, скажем, от людей, боимся толпы, ибо все считают Иоанна пророком, и они сказали Иисусу в ответ, «Не знаем», сказал им и он, «И я вам не скажу, какой властью это делаю». А как вам кажется? У человека было двое детей, и он, подойдя к первому, сказал, «Дитя мое, иди сегодня работай в винограднике». Он же ответил, «Иду, господин», и не пошел. И, подойдя ко второму, он сказал тоже, и тот ответил, «Не хочу», а после раскаялся и пошел. Кто из двух исполнил волю отца? Они говорят последний. Говорит им Иисус, «Истинно говорю вам, мытари и блудницы идут впереди вас в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, увидев, не раскаялись и после, чтобы поверить ему». Вы слушайте другую притчу. «Был человек, хозяин дома, который насадил виноградник, и стеной его обнес, и выкопал в нем точилы, и построил башню, и сдал его виноградарям, и уехал. Когда же приблизилось время плодов, послал он своих рабов к виноградарям взять плоды свои, и взяли виноградаря рабов его, кого прибили, кого убили, кого камнями побили. Снова послал он других рабов, в большем числе, чем первых, и поступили с ними так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря, «Устыдятся сына моего». Виноградари же, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, давайте убьем его и завладеем наследством его». И, взяв его, выбросили вон из виноградника и убили. Итак, когда придет господин виноградника, что сделает он с виноградарями теми? Говорят ему, придаст их, как злодеев, заслуженной ими злой смерти, и виноградник сдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в свои сроки. Говорит им Иисус, «Никогда не читали вы в Писаниях камень, который отвергли строители, он сделался главою угла от Господа это, и удивительно в глазах наших». Поэтому говорю вам, «Царство Божие будет отнято у вас и дано приносящему его плоды народу, и тот, кто упадет на этот камень и разобьется, а на кого он упадет, того обратит в прах». И, услышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он говорит о них, и намеревались его схватить, но побоялись народа, так как его почитали за пророка. Субтитры создавал DimaTorzok